Привет всем любителям Алиэкспресс и тем, кто хочет посмотреть что-то легкое, немножко отвалечься, посмотреть какие-то новинки, подсмотреть находки, послушать критику, возможно. У меня сегодня для вас много всего интересного из одежды, аксессуаров, из бьюти, для дома. В общем, не стану затягивать и поехали! По традиции, начинаем с того, что сейчас надето на мне. Мне, скажу честно, что на эту вещь я рассчитывала меньше всего, потому что, когда я заказывала ее, вообще не было ни одного отзыва, и я была приятно удивлена, потому что это как платье, свитер, можно так сказать, потому что это не то и не другое, это как удлиненный асимметричный свитер, причем он есть в разных расцветках. Я хотела как-то разнообразить свой гардероб, и это та самая изюминка, у которой это получается, причем это совершенно недорого. Сам по себе трикотаж этого изделия нелегкий, то есть не слишком тяжелый, но при этом он реально за такую цену смотрится очень классно. Я взяла себе оранжевый цвет, потому что я уже предполагала, что я все это буду носить с черным, с черными аксессуарами, добавлю какие-то золотые сережки, и такой цвет также очень хорошо сочетается и с белым, и с бежевым, и с коричневым, и даже с бордовым, и с серым, если постараться. Мне очень нравится образ, который у меня получилось составить в итоге, и я готова поспорить, что когда кто-то меня увидит в этой вещи, он никогда в жизни не подумает о том, что это Алиэкспресс. Мало того, в онлайн-магазинах, в стационарных магазинах, в масс-маркете редко что-то такое встречается, и я довольна своей покупкой. У меня рост 1,62 м, и я ношу XSS, но я не могу сказать, что я очень худая, я не измеряюсь, пожалуйста, не спрашивайте меня о параметрах, но плюс-минус у меня бедра там около 90 сантиметров, возможно 89, талия где-то 64. Я смотрю по тем вещам, которые я раньше носила, и все в порядке, я до сих пор в них помещаюсь, поэтому уж точно не увеличилось. И в груди у меня, наверное, 76-8, где-то так. То есть по типу фигуры мне ближе всего к груши, но комплекция у меня такая стандартная, и благодаря моему росту я как раз очень часто могу покупать на Алиэкспресс, и в основном все вещи мне подходят. Что касается этого свитера, то он может подойти не слишком высоким, потому что вам может быть коротковат рукав, где-то так SM по ширине, тут все варьируется, и очень круто будет смотреться с кожаными леггинсами, которые я пока что не купила, но у меня есть обычные черные с черными сапогами, по-моему, это шик. Едем дальше. Трикотажный костюм терракотового цвета. Я заказывала достаточно много трикотажных костюмов в разных магазинах, и с кашемиром тоже пробовала найти, и с шерстью, и обычные, и дешевые, и подороже, и среднего класса, и в основном это одна и та же история, все они очень тонкие, и даже от каких-то более премиальных брендов, скажем так, они все равно растягиваются, и Беннеттон у меня тоже был. В общем, я уже, знаете, решила заказать и посмотреть, что из этого получится. И что я хочу вам сказать, сравнивая с Зарой, с H&M, это трикотаж плотнее, очень красивый благородный цвет, красиво смотрится с черным, эти вещи можно носить по отдельности, поэтому я всегда это учитываю, с бежевым, с коричневым, и дайте своей фантазии разгуляться. Я хотела, чтобы это была удлиненная кофточка и длинные брюки. Насколько я помню, это был универсальный размер, и рассказываю вам, какие есть нюансы. Кофта мне слегка длинновата, потому что я невысокая, то есть мне хотелось бы, чтобы она все-таки была чуть короче. Я не знаю, получится ли у меня ее укоротить, но дома я так хожу и тоже окей. Мало того, у меня есть свитер очень похожего цвета, который безупречно подойдет к брюкам, и все равно моя цель будет достигнута, у меня будет терракутовый костюм. Брюки не короткие, то есть я смогу надевать их, например, к угам, которые я все-таки рассчитываю купить на платформе, уже там натуральные, ненатуральные, брендовые, небрендовые, я просто их хочу, потому что мне это нравится, это тепло и удобно. Вот, с какими-то такими более объемными ботинками тоже здорово. На небольшой платформе, конкретно на мой рост, брюки на завышенной талии, они не просвечиваются, и я вот носила их уже достаточно много раз. Пока что я не вижу, чтобы они там как-то растянулись некрасиво на коленях или вытянулись, это то, что произошло с костюмом H&M уже на этапе самой лишь примерки в домашних условиях. Немножко полезностей на зиму, это носочки. Мало того, что это реально тепло, это красиво, уютно, и это еще и стильно-трендово, потому что в этом сезоне, как никогда, будут актуальны образы с леггинсами, с носочками вязанными, которые выглядывают из угов или из других ботинок. И я заказала себе аж три пары. Давайте начнем с самых плотных шерстяных серого цвета. Я хочу вам сказать, что можно было взять и поменьше. Я почему-то заказала 38-46, наверное, я побоялась, что они будут маловаты. Но нет, они очень хорошо тянутся, и они не тонкие. Мало того, они еще и с начесом внутри. То есть это реально вообще классная находка на холодное время года. Если там подолгу гуляешь с детьми, и ботинки, ну вот в Европе, не зря говорят, европейская зима, потому что у нас нет там морозов минус 20, даже если они случаются, это несколько раз в год. Но в основном такая погода, знаете, сыра, как-то неприятная. У нас даже не продается супер теплая зимняя обувь. Как вот раньше в детстве там в Украине покупали утепленные сапоги классические на каблуке с мехом. Здесь такого даже нет в продаже. Но просто в осенних ботиночках ты мерзнешь. Поэтому я стараюсь в ботинок еще надевать вот что-то такое. Тогда уж точно я не замерзну и не простужусь. Две остальные пары, девочки, я сейчас не помню, какая из них с шерстью. Я оставлю вам обязательно информацию в инфобоксе. Возможно, только вот эти серые. Но милейшие носки с вот такой импровизированной косичкой. Ну, типа косичка, да. Они уже будут потоньше. Они не чисто белые, а вот такие кремовые. И очень круто будут выглядеть с коричневыми угами. Ну, и все, что под уги. Также с бежевыми. В общем, классные носки. И тоже размер ищите в описании. Тянутся, но я уже вижу, что это точно поменьше размер, чем у тех серых. И вторые белые носочки. Они с буквой Си. Я очень надеюсь, что это не закос под какой-то бренд. Потому что я не изучала этот вопрос. Они просто очень часто мне высвечивались. И я решила их взять. Написано, что это катон высочайшего качества. Они чуть-чуть такие пушистые, но не чрезмерно, как махер. И здесь вот буковки Си вышиты. Вышивка, между прочим, хорошего качества. Такого коричневого цвета. И они, опять же, есть разные. Буду, в общем, теперь и греться, и модничать в этом сезоне. Раз мы с вами зацепили тему леггинсов, давайте покажу вам свою находку. Я, опять же, пыталась найти там в Oysha, в H&M бежевые леггинсы. Мы даже смеялись с моим тренером с этого. Потому что в основном во всех ты выглядишь, как какая-то такая надутая сосиска. Еще на 5 размеров больше, чем ты есть на самом деле. Я решила, так сказать, рискнуть. Заказала, не смотрела отзыва. У меня размер М. И, наверное, можно было бы взять даже С. И, слушайте, когда я их распаковала, думаю, ну вот приехали, потому что они казались мне достаточно короткими. И потом надела, и они с такой утяжечкой, они прям так хорошо лежат, они не просвечиваются, я не выгляжу, как сарделька в них. И также здесь, в области живота, есть утяжка. М-ка на меня чуть-чуть широковата именно в области живота, при том, что животик у меня все-таки чуть-чуть есть. И из-за диастаза он как бы более обозначен, наверное, чем если бы не было расхождения мышц. И в этих леггинсах ничего не бросается в глаза. Мало того, можно было бы взять чуть меньше, тогда реально утяжка в моем случае была бы больше. Они маломерят однозначно. Если у вас рост, скажем, метр семьдесят восемь, то я сомневаюсь, что они растянутся аж до такого. Я вам чуть-чуть завидую, но зато я могу носить леггинсы из Алиэкспресс. Я невысокая, и в этом мне реально подфартило хотя бы здесь. Леггинсы матовые, и они еще и в рубчике. Тоже благодаря этому нет вот этого эффекта сардельки. Очень классные. Они, конечно, не теплые, но под них можно надеть теплые колготки, если вы собираетесь носить их зимой с каким-то пуховиком и с теми же угами. Немного пройдемся по базе. Ее я тоже заказывала. По той причине, что если у тебя один светлый свитер, и ты красишься и чуть-чуть спускаешь тон вниз, в основном горловина запачкана. И этот свитер может быть неделю, а то и две в химчистке. Мне нужно было что-то на замену. И так как я и так снимаю обзоры на Алиэкспресс, это часть моей работы. Находить что-то, показывать вам, делиться честным мнением, что стоит того, что нет, рассказывать о плюсах и минусах. Я думаю, возьму, посмотрим. И я заказала свитер, который я уже надевала раза три, наверное. Он не просто бежевый, он чуть-чуть как меланжевый. И он, скажем так, светло-светло-коричневый, потому что это не совсем прям беж. Ну вот типа как кофе, сильно разбавленное молоком. Он очень универсальный, и он, скажем так, где-то SM. Вот. На мне он слегка оверсайз. Но я его там по-разному как-то заправляю в брюки, то подвязываю что-то рубашкой. Поэтому по факту вообще не особо видно, что он даже длинноват, с ним можно поиграться. Это очень классная вещь. И я помню, когда мы поехали фотографироваться на тыпенную ферму, было достаточно тепло. И я вообще не помню, чтобы в составе была шерсть, но мне было в нем даже жарковато, потому что было вот такое как покалывание. И то же самое я сейчас ощущаю в вот этом оранжевом свитере платье. То есть что-то, мне кажется, здесь присутствует. Я могу ошибаться, но как минимум это не хрустящий такой неприятный акрил, как я люблю говорить. И это плотный трикотаж, он не вытягивается. И в той же заре найти что-то такое. Во-первых, вы заплатите в несколько раз дороже. А во-вторых, ну не факт, что это будет выглядеть именно так. Это недорогой свитер, рукав не короткий. И я вижу миллион вариантов того, как я смогу носить. Этот и одним из них будет сочетание этого свитера с леггинсами. В разных вообще вариациях, конечно, с джинсами, с брюками, с юбками миди, с чем угодно. Это основа гардероба на холодное время года. Если вы по какой-то причине не можете носить шерсть, или, ну это дорогие изделия, да, не можете себе позволить, или вам нужно что-то на замену. Я ничего против не имею. Мало того, у меня есть мои любимые свитера из Алиэкспресс, которые со мной там по несколько лет. И они носятся прекрасно и не выглядят как свитера там за 20 долларов, 20 с чем-то. Одним из таких является васильковый свитер, приобретенный мной в прошлом году. И я решила в этом году заказать себе такой же, только вот такого голубиного цвета. И он такой же хороший. То есть я не вижу, чтобы качество испортилось. Это мягчайший трикотаж. Ну правда хороший, девочки. Он стоил в злотых 100 с чем-то. Это недорого. Если покупать что-то супер дешевое на Алиэкспресс, то в основном это будет очень-очень среднее качество, если не сказать плохое. Поэтому я выбираю что-то такое среднее и стараюсь найти что-то, что действительно мне послужит, а не просто, знаете, рассказать вам о чем угодно. Это свитер оверсайз. Он подойдет уже и на S, и на M, и на L. То есть это свитер оверсайз. И он чуть-чуть сужается к низу. Внизу есть вот такая импровизированная резинка, но особо на ней ничего не держится. Есть очень красивые яркие расцветки. У меня тоже есть васильковый, и я его обожаю. Мне кажется, я в нем выгляжу очень свежо и такой красивый цвет. Я не могу есть и зеленый, и всякие разные, белые, черные. Я проверила в этом году, у них качество не изменилось. И даже если где-то что-то там хочется прям освежить, чтобы вещь была как новая, можете слегка пройтись машинкой от катышек. Я вам, кстати, показывала. Ну, я в прошлом году просто залюбила васильковый свитер. И там даже особо ничего не нужно было очистить. То есть он не катается безбожно. А когда прошлась машинка, то он, ну, вообще, как из магазина только что. У меня для вас есть две сумки. Первая из них, она и должна была быть такой неповседневной, потому что я хотела именно бежевый клатч. Он кожаный, и сейчас здесь кое-что находится, поэтому он объемный, но вообще он выглядит просто как, знаете, такой кусочек, нет, два куска кожи, сшитых между собой. Сверху застегивается он таким образом. Магнит. Вот, защелкивается, заворачиваем, и еще один магнит. Сумка сама по себе не разворачивается бесконтрольно. То есть все держится хорошо. Кожа очень мягкая, приятная. Мне нравится то, что она зернистая. И, ну, правда, не выглядит как сумка из Алиэкспресс. И смотрится очень благородно в каких-то женственных образах, с пальто, на выход. Если пойти там с собакой гулять, то, понятное дело, я возьму другую сумку. Но это чисто вот именно, знаете, что-то такое в свет, назовем так. Что касается цвета, я выбирала между этим и черным. Есть разные, даже яркие. Я хотела что-то такое универсальное и взяла все-таки бежевую. Я немножечко сначала расстроилась, потому что, когда распаковала, мне вообще показалось, что она розоватая. Внутри она действительно как розовенькая. То есть это холодный беж с розовым. Но потом начала надевать и с белыми, и с кремовыми вещами. У меня и пальто есть похожего цвета, и обувь. И я поняла, что да, эта сумка крутая. И если бы там была еще в цвете camel, например, я бы тоже убирала между camel черным и вот этим. Но это очень хорошо вписалось в мой капсульный гардероб, потому что это не совсем база. Если же вы ищете реально удобную сумку хорошего качества, то у меня для вас тоже есть находка. Это сумка от бренда Famicare. Это моя третья. Я заказывала бордовую и также нежно-розовую, которую я очень часто выгуливала этим летом. И меня привлек цвет. Он очень красивый, такой холодный, коричневый. Здесь видите простроченные детали, причем белой ниткой. Это смотрится так еще более интересно. И это та сумка, которую вы можете носить несколькими способами. Потому что в комплекте сразу две ручки, чему я несказанно рада. Потому что мне как раз нужна была сумка, которую я смогу надеть и через плечо. Для того, чтобы освободить руки и чтобы ничего там не спадало, не мешало мне, например, во время закупки продуктов. И вот такая короткая. Это реально выход. Причем у вас есть возможность регулировки вот этого длинного ремешка. И таким образом вы сможете подогнать вообще длину вот этой ручки конкретно под ваш рост. Качество восхитительное. Мало того, здесь есть вот такой лоскуток. Я так понимаю, что это кожа. Я обязательно еще уточню. Но пахнет чем-то натуральным. Также то, что мне нравится, это фурнитура. Если она уж присутствует, я всегда обращаю на это внимание. Здесь она под состаренное золото. То есть это не смотрится дешево. Потому что блестящая, особенно такая желтоватая, зеленая фурнитура, очень часто портит даже самую дорогую сумку. Это то, чем сейчас грешат очень многие даже люксовые бренды. Здесь такого эффекта нет. Сумочка очень мягкая на каждый день. Если ищете что-то, то могу советовать. Причем я вам говорю, что это не реклама. Смотрите, здесь вот такая крышка, которая закрывается на магнит. Замок. И внутри у нас есть одно большое отделение. Сумка очень вместительная. Мне даже положили запах, лавандовый аромат. И даже резиночки для волос. Спасибо, мне всегда их не хватает. Один карман, который не застегивается для каких-то там мелочей для телефона. И еще карман на замочке. Внутри она выполнена из текстиля светлого. И все вместе это смотрится очень гармонично. Причем вот смотрю, даже замочек под состаренное золото. Классная. Есть разные расцветки. И черная, и белая, и нежно-зеленая, и хаки. И это была моя последняя покупка на Алиэкспресс, которую я ждала, когда она приедет, чтобы снять. Потому что я никак не могла выбрать цвет. Они все мега удачные. Так что оставлю вам ссылку. И я когда-то общалась с продавцом. Если будут какие-то бонусы, типа там купоны, я тоже оставлю вам внизу. Обещать не могу, но если вдруг что, в описании ищите информацию. Реально нужная вещь, точнее даже пара, это перчатки. Кожаные перчатки с мягким вот таким утеплителем. Но это, к сожалению, не шерсть. Я вам как-то рассказывала о том, что светлые перчатки это тоже то, что не так просто можно найти. И это будет еще и супер дорого. Мои прошлые перчатки из Алиэкспресс и дальше сужили бы мне, но мои дети решили мне их угробить. И я заказала повторно. У меня размер 7,5 где-то. Они просто гладкие, без каких-либо узоров. Они не короткие, видите. То есть так будет еще теплее, когда ты все это заправляешь в рукав. И перчатки хорошего качества. Есть разных цветов, хоть серые, черные, коричневые и по-моему даже яркие были. Перчатки нормальные и стоили тоже недорого, как за кожу. И я вот, например, чаще всего ношу какую-то коричнево-бежевую гамму и в верхней одежде тоже. Поэтому такие перчатки тоже ко всему. Раз у нас с вами такая осенне-зимняя тематика, покажу вам что-то, что я давно хотела себе купить. У меня бывают какие-то странные такие идеи. Мне нужен был очень-очень маленький зонт и не черный. Потому что они все черные или каких-то таких непонятных расцветок. И Алиэкспресс сам подсунул мне вот такой супер-бюджетный зонт. Он бежевого цвета. То есть подойдет к 99% моего гардероба. И этот зонт мне занимает много места. Также здесь вот такая полукруглая, как бы матовая ручка. Это все не наденешь на руку. То есть это реально зонт, который удобно складывается в сумочку. Внутри он черный. Снаружи такого же цвета, как вот этот чехол. Да, его не так просто сложить. Но у меня это получилось с первого раза. Поэтому это как минимум реально. Потому что иногда такие маленькие зонтики, это вообще как задача со звездочкой. Но сложила, еще и запихнула обратно в чехол. И действительно этот зонт помещается во все мои небольшие сумки. Они у меня в основном средних размеров. Я надеюсь, что он будет хорошо служить. Но в основном, какой бы зонт ни был. Если это очень сильный порывистый ветер, то даже с зонтом Samsonite, и у меня были подороже, мне пришлось попрощаться. Опять же, зонт это такой расходный материал. Если не потеряешь где-то, то обязательно спицы как-то там повыгибаются из-за ветра. Но зато я нашла для себя какой-то эстетический, красивый для меня зонт. И который я смогу на всякий случай носить с собой. Видимо, пока не потеряю. Следующие два заказа от брендов, которые достаточно часто встречаются в обзорах на Алиэкспресс. У меня есть предположение, я могу ошибаться, что они сотрудничают с блогерами. В этом нет ничего плохого. Но я заказывала это за свои деньги. И могу вам сказать честно, как оно есть. Забегая наперед, блогеры не врали. Я уже второй раз, получается, заказываю себе спортивный костюм от бренда Inflation. И почему на Алиэкспресс, раз можно купить во многих других магазинах. По той лишь причине, что они самые плотные, самые износостойкие. Они не уменьшаются после стирки. Это то, что произошло со всеми моими костюмами из резервки, например. И также они с начосом и они теплые. И я хотела себе кремовый. Я смотрела на фотографии и очень надеялась на то, что он будет без желтинки. И эта желтинка присутствует. Наверное, чуть больше, чем вы сейчас видите это в камере. Во всяком случае, у меня здесь в маленьком экранчике выглядит это все более белым. Но он реально с желтинкой. Если вы ищете молочный, практически белый, то это не совсем то. У меня есть такой же серый, девочки. Я его относила в прошлом году очень часто. Плюс, когда снимаешь через голову, особенно толстовку, ты пачкаешь ее. Поэтому стирала миллиард раз, наверное. И он все равно выглядит очень хорошо. Но мой светлый костюм пришел в негодность, поэтому заказала еще такой. Это у меня размер S. И он, конечно, оверсайз. То есть, это не маломерки. Если вы, например, носите SXS, то S на вас будет таким свободным. Если у вас M, то берите M. Есть такие мужские, есть и другие расцветки. И хаки, там были всякие разные костюмы. Реально крутейшего качества. Внизу на брюках есть манжет. Сверху вот такая плотная резинка. Грубые шнурки. Толстовка у меня тоже в размере S. Здесь шнурочки с вот такими металлическими концовками, черными. И к качеству у меня нет никаких претензий. Да, это не дешево. Но я просто проверила, что это хорошо служит. И те, кто спрашивал у меня, где я заказывала светлый костюм, вот сейчас делюсь, я просто не могла быть уверена в том, что ничего не изменилось именно в качестве с прошлых лет, с прошлого года как минимум. И еще забыла сказать, что внутри здесь есть флисик. То есть я даже зимой в такой морозец не надеваю ничего под брюки. То есть никакие там лосины, леггинсы, колготки. И я не мерзну. Пуховик и вперед гулять. Итак, чисто сезонная покупка. То, из чего я себе не представляю нахождение дома. Я мерзляк. И я вообще даже летом хожу в тапках. Я заказала себе тапки из натуральной овчины, тоже на Алиэкспресс. Они вышли где-то в два раза дешевле, чем УК. Но это не подделка. Здесь нет никаких надписей. Никакой фирменной коробки не было. То есть это просто тапочки из замши с овечьим мехом. И тапки это моя боль. Потому что у нас есть собака, которая очень неравнодушна к моим тапкам. Искусственным, натуральным. Это то, зачем она ведет регулярную охоту. Не дай бог где-то не закрыть дверь, где находятся тапки. И эти она мне уже тоже обновила. И вот просто, я не знаю, я уже ей старые отдавала. Нет, она, видимо, из-за запаха постоянно хочет те, которые я актуально ношу. Чуть-чуть мне их уже это самое. Но, вы знаете, я все равно не жалею. Они очень уютные, очень теплые, кайфовые тапочки. И если вы хотите более практичные, то берите потемнее. Мне же нравятся вот такие светлые. И они очень красивые, теплые. Что касается размеров. У меня 37,5. И так как мех плотненький внутри, он притаптывается слегка. И на 37,5, девочки, я брала аж 39. Для того, чтобы пятка не свисала. Мало того, у меня были уги. Я там заказывала уги еще какие-то фирменные. Они были, знаете, такими маловатыми. Потому что внутри вот этот мех. И мне всегда хотелось, чтобы они были чуть больше. Поэтому на 37, вот такой классический 37, я бы брала 38. Но если у вас на границе 37-38, то лучше 39. И так с остальными размерами. Лучше взять чуть больше, чтобы пятка не свисала. Они легкие, они не тяжелые. И я их обожаю. Это мой must-have на холода дома. И второй бренд, это View Today. Наверное, так. Коробка немного потрепалась. Но хочу показать вам, как это все приходит. Это ботинки белого цвета. Такого кремового. Каждый из них запакован в отдельный мешочек. И это ботинки с мехом и с кожей. Скажу сразу, что я взяла себе 39 размер. Потому что имейте в виду, что мех плотный. И также я планирую это все обувать и носить с теплым таким шерстяным носком. Поэтому для меня это было критично. Они мне чуть-чуть великоваты, если надевать обычный носок. Но в целом, как бы, по размеру окей. Особенно на зиму. И также стоит сказать, что здесь сверху есть вот такие застежки на липучках. Поэтому по объему вы тоже сможете как-то отрегулировать это все под себя. Подошва сделана хорошо, как и все остальное. Мех немножечко торчит, да. Но он все равно в каждых ботинках выглядывает. И мне кажется, это прикольно, как-то так натурально выглядит. И со всякими нарядами, с пуховиком. Мы очень часто ездим в горы. Ходим куда-то гулять. Поэтому для меня такая обувь, это не только на прогулку здесь по болотам с собакой. Потому что мы живем в частном секторе. Здесь у нас лук, все дела. Я в лес хожу с собакой. Это скорее, знаете, куда-то на выход. Поэтому кремовые ботиночки смотрятся очень классно, свежо. И с шубками с разными, со спортивным костюмом даже. Выглядят очень классно. И вот вообще не к чему придраться. Потому что здесь нигде не разлит клей. Они не пахнут чем-то неприятным. То есть такие ботинки вообще у нас стоят в 2-3 раза дороже. Не конкретно такие, а что-то похожее. Мне нравится то, что здесь подошва такая чуть выше, да. Поэтому от земли будет не так холодно. Берите обязательно на 1,5, возможно даже на 2 размера больше. А здесь и носочек влезет, и мне будет тепло. И выглядят они классно. И это тоже не под какой-то бренд, а именно такой оригинальный дизайн. Но при этом базовый. И на зиму это вообще хороший вариант ботинок. И они не очень тяжелые. Ну то есть такие даже можно сказать легкие, как для такой обуви. Давайте немножко отвлечемся от вещей и немного разных мелочей. Во-первых, я решила обновить себе чехол на телефон. И нашла вот такую под кожу. Но на самом деле он силиконовый. Причем вы можете написать ваши инициалы. И напечатают любые. После заказа продавец отправляет тебе сообщение в самом Алиэкспресс. Ему отвечаешь, что хочешь. И у меня гравировка ОМ. Потому что Ольга Мушинска. Очень крутой чехол бежевый. На замену моему коричневому. Выглядит очень хорошо. Нигде ничего там не торчит. Вообще чехлы это как раз то, что нужно заказывать на Алиэкспресс. Но я нашла еще кое-что. Так как я очень часто что-то снимаю. И ношу телефон или в руках, или в кармане где-то. Постоянно переживаю, что его могут вытянуть. И иногда хочется иметь его под рукой. Поэтому я взяла два чехла на телефон. Тоже силиконовых. Кстати, вот точно такого же цвета, как у меня. Ну почти такого же, как у меня сейчас. Но, девочки. С вот таким вот элементом на застежках. То есть это просто как ручка. И его можно повесить через плечо. Сейчас всякие там сумочки. Типа как чехлы от CELINE. Чехлы у нас даже отдельно продают. Представляете? Но я решила, что я закажу себе такой. Причем он регулируется. Классный вариант повесить. Даже выглядит как аксессуарь. Но главное, что мне удобно. И второй чехол такого же формата. Я заказала черного цвета. И здесь вот необычная такая ручка. А она как из тройного шнурка. И здесь еще вот такие черно-белые элементы. Тоже под какой-то наряд к спортивному костюму. Я еще даже не успела прицепить. Пока что не надевала. А то если я начинаю чем-то пользоваться, то вполне вероятно, что я потом никогда об этом не упомянула. Чехол хороший. Между прочим, он внутри еще вот такой как бархатный. Это черный. Спонжи для макияжа. Я уже очень давно не покупаю бьюти-блендеры. Мне нравится польская фирма Ibra. И вот это самые классные из Алиэкспресс. У меня был один. И я сейчас заказала два. Это бренд iMagic. Они очень мягкие. Особенно, когда намочишь, они так пружинят. Не слишком пористые. И у меня в этот раз есть такой же, как и был. И еще вот такой интересной формы. Такая форма хорошо подойдет и для нанесения тона, и для больших каких-то поверхностей, для консилера. Ну, что он тут рассказывает. Но главное, что эти спонжи, они действительно не так быстро рвутся. Они хорошо отстирываются. И при том, что это тоже расходный материал в повседневном макияже. Я очень часто наношу все средства именно при помощи спонжа. Поэтому тоже это заказала. Я могу быть в них уверена. И это, пожалуй, лучшие спонжи именно на Алиэкспресс. Мелочь, но приятная, красивая и полезная. Это футляр для зубной щетки. Когда куда-то едешь, я не тяну с собой электрическую. Я беру обычную. Она плотно закрывается. И мне нравится, что она нежно-розового цвета. И вот такая вся прям инстаграмная. Я вам честно говорю, что в основном у нас продаются какие-то уродские. Поэтому я решила заказать аж оттуда. Она не была дорогой, но щетка помещается. И по цвету подойдет к моей дорожной косметичке. Очень красивая. Бижутерию я тоже заказывала. Я обожаю эту тематику. Не надо мне писать, зачем тебе столько. Себе берите столько, сколько надо. Это тоже часть моей работы. Но на каждый день мне больше всего нравится вот несколько пар из Алиэкспресс и Диор. Это очень смешно. Но у меня, конечно, разбег. И я действительно их ношу. Вы можете видеть это в моих нарядах. И в реальной жизни то же самое. Первые сережки, которые сегодня были на мне, это вот такие как пружинки, можно сказать. По качеству они ничем не отличаются от тех, например, которые можно найти в Mango. Там тоже красивые модели. Я периодически там что-то покупаю. Я люблю много бижутерии. И для меня она вся разная. Они такие аккуратные, не слишком объемные. Поэтому тоже и в пир, и в мир, и смотрятся интересно. Вторые сережки. Как знаете, такой закрученный вихрь. Тоже аккуратные, но при этом оригинальные. И они не под состаренное золото, но при этом они не желто-зеленые. И тоже к каким-то свитерам там, к платьицам. Если не любите массивную бижутерию, но ищите что-то такое среднее по размеру, и при этом они не тяжелые. Предыдущие, несмотря на такое количество металла, они тоже не особо-то и ощущаются на ухе. Но эти еще более аккуратные, они как гвоздики. И последние сережки на сегодня. Чуть-чуть вдохновлены Dior, но это ни в коем случае не подделка. И в Dior, по-моему, таких нет. Это серьги-пусеты двухсторонние. Особенно интересно они выглядят тогда, когда видны уши с короткой стрижкой, с собранными волосами. С одной стороны они как с таким слегка приглушенным полуматовым золотом, а со второй стороны жемчужинка. Если сравнивать с Dior, то, конечно, это другое качество. Но тем не менее, жемчужинка здесь не такая большая, как в Dior, но тоже как вариант. Причем не подделка. Девочки, я вас обманула, потому что сережек, как оказалось, будет больше. Я просто-напросто о них забыла. И причем такие классные. Вот эти все же потяжелее, но выполнены они хорошо. Вау! Серьги, гвоздики у меня были в самом низу коробки. И чуть не забыла вам их показать. Смотрите, какие крутецкие. Да, они чуть сильнее ощущаются на ухе, но это прям огонь. И также в серебре, но не таком блестяще дешевом, а наоборот. Смотрите, какая красота. Они тоже не очень легкие, но не чересчур. Очень стильные. Мне нравятся. И последнее из базовых вещей. Это просто гладкий, трикотажный, не слишком объемный свитер. Свободный. И мне он нужен был для определенных образов с кожаными леггинсами. И при том, что это или универсальный размер, или М. Девочки, я давно это заказывала, поэтому могу, опять же, не вспомнить. Но он не легкий. Он вот прям струится по фигуре. И мне нравится то, что внизу нет никаких вот этих резиночек. Просто широкий рукав. Круто будет выглядеть даже с обычными кожаными леггинсами, с какими-то грубыми ботинками. Можно поверх набросить большой пуховик, стильные очки, большую шапку. Очень круто. И, ну, не выглядит это как из Алиэкспресс. Подойдет на размер от XS до M. То есть он не будет вас обтягивать. Он реально свободный. Но мне хотелось, чтобы он так даже попу немножко прикрывал. Я искала себе зеленый шарф. Я очень довольна цветом, который пришел. Я хотела что-то и не чересчур яркое, и не очень объемное. И чтобы был такой красивый, натуральный, естественный цвет, который можно встретить в природе. И опять же, с черным, с бежевым, с коричневым, с серым, с белым. Это очень большой, мягчайший шарф. И вы, наверное, с трудом сможете его там два раза намотать, да. Но просто как сейчас. Ну вот типа вот так, да. И потом концы заправить. Он достаточно объемный, его даже не хочется сильно как-то накручивать. И он приятный. Да, это не изделие с шерстью. Но вот у нас сейчас ветрено. Я могу надевать его, и мне так теплее. Потому что свое тепло никуда не улетучивается. И чуть-чуть все-таки защищает. И мне хотелось добавить каких-то других красок еще в свой гардероб. Мне кажется, у меня это потихоньку получается. Утепленные зимние белые брюки. И сразу скажу вам, что у меня размер М. И он где-то, ну, до метра шестидесяти двух. Хоть написано до метра шестидесяти пяти. Но нет. Они очень сильно маломерят. Но здесь такой приятный материал. Еще утеплитель. Они такие мягкие внутри. И снаружи ткань не тонкая. Выглядят как такие классические брючки. Но мне к свитерам и как раз к такой обуви утепленные. Чуть повыше, чтобы косточку прикрывала. И носки тоже я планирую с ними носить. Вот эти вот всякие там вязаные. И тогда будет окей. Но у меня были свои планы. И я очень прошу вас, учитывая то, что они очень сильно маломерят. И абсолютно не на высоких девочек. Потому что купите, разочаруетесь и будете на меня злиться. Но по качеству они нормальные. Как за такую цену. Нитки нигде не торчат. Кстати, ни в одной вещи здесь не торчат нитки. Из тех, что я вам показывала. И при том, что они утепленные. И ткань не тонкая. Я не выгляжу в них как-то слишком объемно. Во всяком случае, я себя так вижу в зеркале. Возможно, вы будете смеяться. Но я заказала себе резиновые перчатки на Алиэкспресс. У меня небольшая рука. И у нас нигде не продается размер S. И у меня есть свои пунктики. Я не люблю яркие всякие такие ноляпистые перчатки. И я хотела белые. Да, может быть, это не очень практично. Но я решила, что эстетика для меня важнее. И взяла вот эти. Кстати, они не тонкие. Они еще здесь с такой, знаете, негладкой поверхностью. То есть ничего не будет выскальзывать из руки. И, аллилуйя, наконец-то у меня размер S. И все так, как надо. И тоже, да, заказала тряпочки для дома. Они вообще очень хорошо подходят для полировки, например, там, кранов. Для того, чтобы протереть зеркало. Она не оставляет ворсинок после себя. В машине тоже у меня лежит несколько. У меня раньше были розовые очень много. А сейчас я заказала и розовые, и зеленые. Так что, если у меня везде, типа, одна тряпка, у меня просто их много. И они лежат у меня в каждой ванной комнате, в санузле. У нас их целых три в кухне. И это то, без чего я себе не представляю свою уборку. Мне нравится то, что они вот такие маленькие. И удобно, да, и выкрутить, если надо. И какие-то мелкие детали полировать. Полировать и использую как влажными, так и сухими. И в конце вам покажу самое, ну, знаете, настолько першовое, что аж милое и классное. Я не знаю, кому-то это понравится или нет. Мне такие костюмы нравятся. Это супер пушистый белый костюм, в котором я сама выгляжу, как один большой пушистый шарик. Какая-то мягкая игрушка. Он, кстати, тепленький, потому что начался и снаружи, и внутри. И я взяла себе какой-то размер, типа М или даже Л, и он очень сильно маломерит. Но мне в нем окей. И когда я там монтирую что-то дома и сижу тут, и под пледом, мне реально холодно, потому что ты не двигаешься или утром, даже когда спускаешься, бывает прохладно, пока там включится обогревание. И вообще, я мерзляк, я повторюсь, и вот в своих тапках выступаю тут в этом костюме, как один большой плюшевый шар. Я не знаю, просто показала вам, что я заказала, и как меня можно встретить утром на кухне. На этом у меня все. Я надеюсь, вам сегодня со мной было интересно. Не забывайте поставить пальчик вверх. Вся подробная информация будет ждать вас в инфобоксе. А на этом мы с вами прощаемся. Всем пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.